Здравствуйте! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в своем прогностическом блоге я хочу рассказать о прогнозе на марта 2021 года для вас рыбы. И поговорить о том, что будет происходить в этом месяце. Месяц-то интересный и невероятно, потому что вот у нас январь и февраль были месяца такие сложные, напряженные. Что-то от нас небеса все время требовали. Может, они небеса. У кого как? У кого откуда требования шли? Может, это вообще просто были окружающие и близкие люди, которые поставили нас в неудобную ситуацию. Кстати, вот как у вас с февраля и январь прошел, уважаемые рыбы? Напишите, пожалуйста, мне в комментариях под этим видео, как у вас происходила ситуация-то в зимних месяцах. И что вы ждете от марта. А с точки зрения того, что вам может преподнести этот март, я могу сказать точно, что в марте-то будет вполне себе неплохая ситуация у вас. И достаточно много возможностей и разнообразные, так сказать, вот эти астрологические моменты, которые говорят о том, что можно многое успеть, много тем разных потрогать, попробовать, в каких-то темах и кардинальные перемены внести, если вы пожелаете. Какие-то темы, ну, по крайней мере, сделать такими более актуальными, более, может быть, насыщенными событиями. Ну, вот, так сказать, следить за прогнозами. Кстати, прогнозы я не публикую не только, ведь на ютубе уже, да не устаю я говорить о том, что постоянно я их публикую в инстаграме, в фейсбуке. И они точечные, понимаете? Вот это вот не так, что рыбам то-то, а водолеем то-то. Это вот прям про какое-то астрологическое событие и разбор его до косточек. Поэтому приглашаю вас туда, в мой инстаграм, мой фейсбук. Во всплывающих окнах есть информация об этом. Ссылки есть в описании под этим видео, вы прям можете сразу перейти на аккаунты. Давайте там дружить, там я комментирую быстрее. То есть, если вы хотите со мной общаться, если вы хотите получать от меня хорошую, качественную обратную связь, то я вам советую быть со мной на связи не только на ютубе, но и в инстаграме и в фейсбуке. Что касаемо того, какие возможности предоставляет вам этот прекрасный Марс. Ну, помимо того, что солнце идет по вашему знаку, и у многих из вас, рожденных как раз-таки не в феврале, а в марте, происходит дни рождения, начинаются новые солярные года. И это, конечно, время в любом случае всегда для нас плюс-минус ответственное. Даже если мы пытаемся сделать вид, что нас не интересуют все эти наши биологические годы, справление дни рождения, все эти какие-то вот эти вот календарные наши, наши индивидуальные календари, все равно это подспудно всегда работает. Мы всегда находимся в определенных циклах, и у вас начинается новый годовой цикл. Поэтому Март в этом плане важный месяц, на него надо ориентироваться. Действительно, в нем надо больше уделить внимание стратегии, разборы желаний, что вы хотите. Вот вполне возможно, вы были на моем, например, планировании в конце 2020 года, и там речь шла о 2021, и мы планировали с вами этот год. Мы, по крайней мере, поняли, куда нам соваться не надо, а где нам, наоборот, все дороги открыты. Это же тоже очень крутая информация, которая дает возможность стратегически видеть год. Но сейчас бы, даже если вы были на таком стратегическом планировании, даже если вы видите этот год, вот сейчас бы немножечко, например, пересмотреть то, что произошло уже, да, с момента того, что, я имею в виду со стратегии, уже прошло там два месяца, правильно, два с половиной. Может быть, стоит пересмотреть уже немножечко моменты какие-то. А может быть, вы ничего не планировали? И вот тогда самое время планировать год. Это было бы хороший период для вас, для планирования именно. Значит, что тут важно? Важно, что первые 4-5 дней этого месяца, это у вас связано с вопросами коммуникации. Но, слава богу, что у нас Меркурий уже быстро идет. И проблем с получением, отправкой информации, проблем с качеством информации у нас не существует почти что. Так что здесь в добрый путь. Общайтесь, передавайте информацию, договоренности какие-то создавайте. Может быть, это будет вопрос передвижения здесь стоять первые 5 дней марта. В общем, у вас очень активный период идет. Эти дни, они такие немножечко даже больше спонтанные, чем стратегически такие распланированные. Потом есть новолуние. Оно произойдет 11 марта. И оно произойдет в вашем знаке. И вот те из вас, у кого солнышко находится в градусах с 22 по 26, будут наиболее задействованы в этом новолунии. Потому что новолуние произойдет тогда на вашем солнышке. Кстати, если вы ничего не знаете о своей карте, где у вас что там, открываете ее и вообще полностью теряетесь в ней, не понимаете толкования элементов карты, не понимаете, почему они связаны между собой какими-то линиями, я вас приглашаю в этом случае на марафон по чтению натальной карты. То есть это вот марафон для любителей астрологии, которые в принципе не касались еще пока темы толкования карты, не разбирались в ней. Или разбирались, но пока еще ни к чему не пришли, никакого-то понимания, ясности не приобрели. В ссылке, в описании под этим видео есть ссылка, в которой есть возможность зайти в нее, зарегистрироваться, узнать подробности марафона. Милости вас прошу. Там как раз про даты проведения и про все на свете есть. Так что вот в этот период новолунный, это где-то с 9 по где-то 14-15 марта у вас есть возможность начать что-то новое. Прямо вот, знаете, обрести второе дыхание. Что-то такое новое, хорошее, интересное войдет в вашу жизнь, и вы могли бы его соинициировать. Подумайте, что бы это могло быть, что бы вы могли привнести в вашу жизнь новенького, интересного. Ну, кстати, это, может, вам и небеса тут расскажут, потому что у Венера аспект, точный аспект соединения с вашим Нептуном, с вашим управителем, как раз в районе Новолуния. То есть это могут быть истории личных отношений, любви, ваших симпатий, привязанностей. В меньшей степени денег, честно вам скажу, в большей степени это все-таки что-то связано с эмоциями и с выбором. Какой-то хороший, качественный выбор сможете сделать вот в этот период, в период с, ну, примерно где-то 9-10 по 14-15 марта. Далее Меркурий, планета Меркурий переходит в ваш знак 16 марта. И вот это 16-17 марта, это будет время, наполненное опять общением, событиями, какими-то передвижением. Очень много ситуаций. Меркурий всегда создает массу мелких изменений. Знаете, вот они как бы одни за другими идут. Так что это у вас наполнено насыщенными событиями дни. Можно на них планировать что? Какие-то опять переговоры, получение документов, получение каких-то справок, информации какой-то. В общем, вот все, что связано с меркурианскими делами. А я думаю, мы все уже в курсе, что связано с меркурианскими делами. Вот, потому что ретроградный Меркурий, собственно говоря, уже, по-моему, как мем, лежит в каждой голове. А сейчас он как раз будет директным. То есть все, что связано с его проблемами, наоборот, сейчас, наоборот, получает решение. Меркурий дает возможность решать эти коммуникационные проблемы. Вот, это вот как раз 16-17 марта. И последние числа марта – это полнолуние. Хоть оно и произойдет в совершенно другом знаке, и не будет принципиально к вам относиться, но сам цикл, вот эта сама атмосфера полнолуния, ясности, понимания, и аспект, опять-таки, от планеты Меркурия на вашего управителя, на Нептун, даст возможность вам, знаете, вот каким-то, вот к чему-то прийти, какую-то загадку рассказать, вот какой-то инсайд появится в вашей голове, какая-то крутая идея, крутая мысль, с которой вы зайдете в апрель. Ну, вот, если вы заметили, то этот месяц, конечно, месяц познания. Это месяц работы с информацией. Очень много Меркурий влияет на ваши дела, поэтому ни о какой инфантильности, ни о какой безинициативности речи быть не может. Очень много общения. Включайтесь, взаимодействуйте, общайтесь, разгадывайте все это, да, проживайте все это, потому что вы по-другому не можете, вы знак интуитивный, да, вы знак, который информацию, если познает, то на каком-то другом своем уровне, не на уровне аналитики. Это же не холодная дева и не там аналитичный близнец вы. Вы все-таки рыбы, как ни крути. Нептунианская, бесконечный нептунианский океан эмоций, да. Вот, но вам надо быть включенным. Если вы будете включенным в это месяце, то вы получите свои плюшки от Вселенной, получите свои награды, появится у вас возможность сделать все, что вы хотите, но вам правильно нужно просто распланировать время, чтобы в своем календаре вы учли еще и небесные события. Я вас также еще раз зову в свои социальные сети и на марафон. И благодарю вас за внимание. До встречи на моих следующих прогнозах. До свидания.